Юбилей с размахом. Одному из ведущих предприятий Чувашия ЗАИМу 55 лет. Более полувека назад Чебоксарский завод электроисполнительных механизмов выпустил свою первую промышленную партию приборов. Всего 5 штук. Сегодня продуктовая линейка завода значительно расширилась. А ЗАИМ – одно из ведущих промышленных предприятий Чувашия. Торжества, посвященные дню рождения компании, проходили всю прошлую неделю. В рамках юбилея состоялись фестивали, конкурсы, спортивные состязания. Заводчане соревновались в быстроте, скорости, ловкости на ежегодной спартакиаде. Как это было, смотрите в нашем сюжете. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Союз мыслей труда. Так можно охарактеризовать экспозиции в музее завода, который открыли как раз ко дню рождения. Красную ленточку перерезали президент АБС «Электро» Ненат Попович, вице-президент компании Ирина Харрисова и генеральный директор АБС «ЗАИМ» автоматизации Юрий Сушко. Экспозицию собирали всем заводом, признаются экскурсоводы. Старые фотографии соседствуют с современными кадрами. Рядом инновационные разработки и первые модели механизмов. Некоторые из них используются и по сей день. Огромное количество кубков и медалей, признание спортивных и трудовых достижений «ЗАИМ» разных поколений. О достижениях компании продолжили разговор и на торжественном собрании. Руководство отметило, что 2013 год стал для «ЗАИМа» знаковым. «ЗАИМ» вошел в число ведущих машиностроительных предприятий в России. Прошлый год «ЗАИМ» закончился историческим максимумом по выручке, которое составило 850 миллионов рублей. К этому юбилею завод подошел с достаточным запасом прочности. Все у нас, слава богу, получается. И в этом году, надеюсь, мы наконец откроем себе ворота в путь так называемых миллиардников. Надеемся в этом году совершить отгрузку на миллиард рублей. Начиная с 2009 года завод выпустил на рынок столько новинок, сколько, наверное, не производил за все 90-е и начало 2000-х. То есть так получилось, что мы даже в кризис не останавливали наши разработки, отслеживали тенденции рынка, и у нас есть чем сейчас отвечать любому импортному аналогу. Памятными подарками и дипломами отметили в этот день тех, кто отдал заводу много сил и энергии. Это и трудовые династии, и ветераны, и лучшие бригады. Хотелось бы, чтобы ваши дети и внуки следовали вашему делу, шли за вами, по вашим стопам, приходили работать на завод. Из славных трудовых династий Зейма от года в год становилось все больше. Людмила Чехутова – одна из самых преданных сотрудников предприятия. Здесь трудились ее сын и невестка. Общий стаж работы на Зейме 68 лет. В следующем году у Людмилы Алексеевны собственный юбилей. Через год, в сентябре будет 50 лет, как я хожу через одну и ту же проходную. Начинала с ламповой техники, а сейчас техника микропроцессорная. Представитель династии Харитоновых Александр начинал свою карьеру на заводе с ученика-токаря. Сейчас главный инженер. Общий трудовой стаж семьи Харитоновых – 87 лет. Меня отец привел сюда на это предприятие после окончания школы. И с тех пор я здесь дружусь. И армия была, и учеба без отрыва от производства. Плюс еще мама у меня здесь работала. Кто как работает, тот так и отдыхает. В субботу коллектив АБС «Электр» с плакатами и кричалками собрался на столичном стадионе «Олимпийский». Именно здесь прошла пятая открытая спартакиада. Это яркое спортивное шоу давно стало доброй традицией, в котором принимают участие не только спортсмены из московских и чебоксарских предприятий компании, но и их партнеры. Поддержать АБС «Электр» пришли команды ВТБ-24, АББ и ИЦ «Брестлер». Открыл ее президент АБС «Электр» Ненат Попович. «Электр» успел за эти 55 лет сделать свое великое имя в машиностроении Российской Федерации и ближнего зарубежа. Даже и в дальнем зарубеже знают про «Электр». Я уверен, что будущее будет еще лучше. Все это благодаря хорошим, талантливым сотрудникам наших предприятий. В других предприятиях тоже хорошие успехи, но мы сегодня собралися показать свои спортивные достижения». Сразу после открытия сами соревнования. Программа насыщенная. Болейбол, футбол, армрестлинг, перетягивание каната, легкая атлетика. Первыми на старте – легкоатлеты. Забег на 400 метров вызвал бурю эмоций. Многим эта дистанция далась нелегко. Но ради победы спортсмены делали невозможное. «Два года как устроился работать на АБС, на «Брестлер». И постоянно принимаю участие. «Поздравляю всех работников АБС с Великим Брестником Спартакиады и коллег с «Заима» с их юбилеем». Не отставали от взрослых и дети. Маленькие спортсмены прыгали на скакалке, забивали голы в ворота, упражнялись в меткости. Проигравших здесь не было. Каждый получил достойный приз. Между тем во взрослых играх выявились чемпионы. Абсолютными победителями пятой открытой Спартакиады стали спортсмены завода юбиляра «Заим», второе место у сборной команды «АБС Русь», а третьими к финишу пришли сотрудники в НИИРа. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.